И далее о американских выборах, о том, как изменится внешняя и внутренняя политика США или не изменится. И, конечно же, как это все будет происходить в контексте Украины и войны России с конфедерацией против Украины. Какой будет политика Дональда Трампа, который стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Какой будет поддержка Конгресса. Обо всем этом мы говорим далее с Александрой Филипенко, политологом-американистом, который к нам присоединяется. Александра, здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. И прежде чем мы перейдем к этим всем вопросам, внешней и внутренней политики, обещаниях Трампа и готов ли он их исполнять, в частности, закончить войну за 24 часа, как он говорил ранее, хочется узнать о атмосфере, в какой проходили эти выборы, какие были настроения американцев, как эти выборы происходили, были ли замечены факты фальсификации. Самый простой ответ на последний вопрос. Что касается фальсификации, обычно заявления о фальсификации скорее были от команды Дональда Трампа, от республиканской партии на прошлых и на позапрошлых выборах. Сейчас же, конечно, побеждая, команда Дональда Трампа не хочет никаким образом говорить о фальсификациях на выборах. И атмосфера царила совершенно разная, смотря откуда вы смотрите. Если вы смотрели в Вашингтоне, если вы смотрели из Вашингтона, то, конечно, скорее атмосфера тяжелая была. Или из Массачусетса, где завтра уже, точнее, вот сейчас, сейчас утро уже по Массачусетсу будут работать психологи и психотерапевты, которые помогают американцам. На улицах просто бесплатно можно подойти, подсесть к кому-то и поговорить о том, как пережить эти выборы. Поэтому, действительно, очень с трепетом американцы к этому относятся. Но если бы вы смотрели из Флориды или из южных штатов, из Джорджии, то, конечно, это победительное, абсолютно победительное ощущение на американских выборах. Сейчас победа Дональда Трампа вызывает только восторг. Скажите, а как распределились голоса американцев? Были ли сюрпризы? Я сейчас смогу на это ответить, как только выйду из машины, я прошу прощения, в очень походных условиях. Я сейчас на секундочку отключусь и сразу к вам вернусь и сразу расскажу про шоу прощения. Я напомню нашим зрителям, что есть такие так называемые штаты Качели. Это Пенсильвания, Джорджия, Северная Каролина, Мичиган, Аризона, Висконсин и Невада. За выборами в Соединенных Штатах Америки, естественно, следили и в Кремле, и кремлевские пропагандисты. И я тебе скажу, меня, честно говоря, забавляет то, как они об этом говорят, потому что, ну, как заведено у кремлевских пропагандистов, они так вроде как свысока смотрят на происходящее, а ведь выглядит это смешно, потому что у них уже на протяжении 25 лет выборов-то и не было. Ну, то есть сидит 25 лет у власти человек, который называется президентом, но по факту назначен на царствование до окончания своих дней. Александр Филипенко возвращается в наш эфир. Что ж, Александр, продолжим говорить о сюрпризах на выборах президента Соединенных Штатов Америки. Были ли они? И что можете сказать о так называемых штатах-качелях Пенсильвания, Джорджия, Северная Каролина, Мичиган, Аризона, Висконсин и Невада? Конечно, самый главный сюрприз – это то, с каким перевесом и как быстро победил Дональд Трамп. Отчасти тот факт, что я бегаю и пытаюсь успеть везде, связан с тем, что никто не ожидал, как быстро мы получим результаты американских выборов. Все ожидали, что, возможно, нужно будет считать несколько дней, может быть, подсчет затянется на неделю. Но, тем не менее, очень быстро стало понятно, кто является фаворитом этой гонки и фаворитом, что очень важно, не только по Electoral College, это коллеги выборщиков, но также и фаворитом по народному голосованию. То есть, если бы американские выборы проходили, как проходят в основном выборы везде, прямым голосованием, просто мы знаем, что в американской традиции это голосование через коллеги выборщиков, то Дональд Трамп тоже бы победил и победил с большим перевесом. Потому что Нью-Йорк Таймс, если посмотреть, дает последние опросы, 66 миллионов, точнее, не опросы, а данные, 66 миллионов за Камула Харрис и 71, даже уже почти 72 миллиона за Дональда Трампа. Это очень большой перевес в национальном, народном голосовании. А у вас есть понимание, в чем секрет? Соответственно, мы понимаем, что... В чем секрет этой хоризмы? Секрет Дональда Трампа? Ну, он нащупал то, что действительно волнует американцев. Главное, это тема, это экономика и иммиграционная политика. Что мы видим от Дональда Трампа? Мы видим, как он обещает наложить большие тарифы на товары из-за рубежа. Он обещает при этом снизить налоги американцам. Он обещает, что не будет никаких социальных программ, на которые тратились государственные налоги. А именно, это прощение долгов американским студентам, чем занимался Джо Байден как раз на протяжении всего своего президентства. Ну и также социальные программы, которые связаны с образованием, с медицинским страхованием. Вот этого всего не будет при Трампе. Он обещает, что этого не будет. Также наложение тарифов на товары, приходящие из-за пределов США. Поэтому за Дональда Трампа голосовали профсоюзы. Ну и жесткая иммиграционная политика. Вот это тема, которая волнует абсолютно всех. Жесткая иммиграционная политика, закрытие южной границы. Скорее всего, Дональд Трамп именно этим и займется в первую очередь. Расскажите, как будет проходить этот переходной период, инаугурация нового президента 20 января 2025 года. Официальных результатов еще не объявили. Когда ждать официальных результатов и могут ли тут быть сюрпризы? Официальные результаты должны быть уже объявлены, как только Камала Харрис позвонит Дональду Трампу и официально поздравит его с победой. Вот это тоже американская традиция. Но сюрпризы ждать невозможно, потому что демократы очень много раз говорили, что они не будут отрицать результаты выборов, какими бы они ни были. Демократы не будут делать то, чем занимался Дональд Трамп в прошлое свое президентство, когда он был президентом США, и он пытался отменить результаты американских выборов в 2020 году. Демократы, конечно же, на это не пойдут. Они не будут идти по этому пути. И вообще Камаль Харрис именно в этот сложный, непростой, полной опасности и переходной период придется сертифицировать собственный проигрыш. 6 января 2025 года она, как вице-президент США, должна будет сертифицировать результаты выборов. Ну, собственно, и два другие этапа. До 11 декабря должны быть решены все споры, если будут какие-то судебные дела. До 25 декабря должны быть получены все бюллетени от выборщиков в Сенате. Ну и все, 6 января заседание Сената, официальное, уже официальное утверждение результатов выборов. Но уже можно давным-давно считать, что, да, Дональд Трамп избранный президент, никакого пути к победе у Камалы Харрис нет. Если только внезапно, ну, нельзя ничего, в нашей жизни ничего нельзя исключать. Если сейчас внезапно выяснится, что были какие-то масштабные невероятные фальсификации, которые до этого никто не заметил, то тогда, может быть, результаты выборов могут быть поставлены под вопрос. Но я очень сомневаюсь, что это произойдет. И наверняка демократы очень быстро признают свое поражение. Выборы проходили в том числе и в две палаты Конгресса. Это Сенат и Палата представителей. Для Украины это не менее важно, учитывая то, как в свое время зависла помощь от Соединенных Штатов в Конгрессе. Что можете сказать об этих выборах, о тех результатах, которые уже известны? Известно, что Сенат точно уходит Республиканской партии. Сенат переходит под контроль полностью Республиканской партии. Палата представителей, возможно, будет под контролем Демократической партии. Но интересно, кто избрался в Сенат. Поскольку я бы обратила внимание касательно вопроса помощи Украине и вообще поддержки Украины, то каким образом проходил последний визит президента Зеленского в Вашингтон? Там он встречался с межпартийной группой сенаторов. И тогда с ним встречался в том числе лидер меньшинства в Сенате. Тот, кто был лидером меньшинства, сейчас он будет уже лидером большинства в Сенате. Ну и, соответственно, он, конечно же, будет продолжать поддерживать Украину. Это Митч Макконнелл и также Линдзи Грэм и другие сенаторы американские, которые остались в Сенате, которые не раз посещали Киев, очень часто становились гостями Украины. Ну и, соответственно, которые поддерживают Украину. Нужно сказать, что республиканская партия не равняется трампизм, и трампизм не равняется республиканская партия. О внутренней политике вы немного сказали о том, какие обещания Дональд Трамп давал своим избирателям. Осталось дождаться, чтобы он все это выполнил. Давайте поговорим о внешней политике в контексте, конечно же, войны Российской Федерации против Украины. Помнится ранее, Дональд Трамп обещал, что если станет президентом, то за 24 часа закончит эту войну. Что можно ожидать от нового президента Соединенных Штатов в контексте войны России против Украины? Каких действий, каких шагов? 24 часа – это, конечно, предвыборное обещание. Тут нужно это понимать. Я думаю, что и сам Дональд Трамп прекрасно понимает, что он не может 24 часа ничего закончить. Соответственно, да, конечно, можно ожидать каких-то резких, серьезных шагов Дональда Трампа в плане налаживания контактов, скажем так. Он может действительно сейчас совершать телефонные звонки, общаться, рассуждать, но, тем не менее, мы пока до 20 января уж точно не можем ожидать никаких шагов от него президентских, скажем так, потому что он все-таки пока еще президент Джо Байден. Но также важно будет посмотреть, кто будет в команде Дональда Трампа, в команде по национальной безопасности и в команде по дипломатии, дипломатической команде, советники Дональда Трампа. Кажется, что Дональд Трамп может действительно надавить и на Киев, и на Москву для того, чтобы посадить их за стол переговоров и каким-то образом поскорее закончить войну, лишь бы только Дональд Трамп мог назвать себя человеком, который закончил войну в Европе. Вот это мы вполне можем ожидать. Но те средства, какими он будет давить и на Киев, и на Москву, пока не вполне понятны. Потому что, например, одно из средств давления на Москву, это, например, передать Украине большое количество оружия или финансовой помощи, это тоже способ давления на Москву для того, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров. Но пойдет ли на это Дональд Трамп, пока непонятно. Поскольку все-таки Дональд Трамп уже не первый раз президент США, он очень много давал разных обещаний в 2016 году, которые он не исполнил, и которые исполнить было совершенно невозможно. Мы говорили с вами о фальсификациях, но хотелось бы еще вот что уточнить. Накануне президентских выборов в США американские спецслужбы предупредили об угрозе российского вмешательства в день голосования и в последующие недели. Создание и распространение фейковых видео и ложной информации с целью подорвать легитимность выборов и усилить разногласия в американском обществе. Есть ли уже доказательства фактов вмешательства Кремля в эти выборы? Доказательств пока нет, потому что для этого нужны, конечно, судебные разбирательства. Есть предположения относительно вмешательства. Об этом писал и Нью-Йорк Таймс. Но, тем не менее, какие-то факты, конечно, будут разбираться. Есть факты влияния на выборы. Это разные факты вмешательства и влияния. Это все-таки разные вещи. Влияние на выборы Россия всячески пыталась оказывать вместе с Китаем и вместе с Ираном. Но, тем не менее, судя по всему, это не оказало какого-то воздействия невероятного на американские выборы. Тем не менее, расследования 100% будут. Об этом уже заявили правоохранительные органы. Насколько они будут активны в период президентства Трампа, непонятно. Но американские правоохранительные органы такие вещи обычно просто так не оставляют. Еще коротко вас хотим спросить. Пока Джо Байден еще президент Соединенных Штатов Америки, от него стоит ожидать каких-то радикальных решений опять-таки в контексте войны России против Украины? Можно ли рассчитывать на что-то? Вот я, может быть, слишком оптимистично на это смотрю, но мне кажется, что Джо Байден недаром фактически объявляет Украину и помощь Украине своим президентским наследием. И мне кажется, что и приглашение Украины в НАТО, и разрешение бить дальнобойным оружием по военным объектам на территории России, это те темы, о которых может заявить Джо Байден до 20 января. Конечно же, может быть, это сейчас мы будем смотреть, произойдет это или не произойдет. Но мне кажется, что все основания для этого имеются. Александра, спасибо вам большое за этот разговор, за что подключились. Александра Филипенко, политолог-американист, говорили об американских выборах. Дональд Трамп стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Какие последствия, какие будут внешние и внутренние изменения в политике Америки? Это все мы обсудили. Спасибо. 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 Спасибо.